Чувашия 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 Да, очень много времени мимо нас прошло. Ну вот что приехало в ЧМС на Россию? Во-первых, хорошо, что хоть и через 10 лет после того, как мы впервые вышли на сцену с нашим живым концертом, мы сюда приехали. Во-вторых, я думаю, что теперь мы будем частые гости у вас. А как создавалось, я не могу сказать, что мы взяли, собрали музыкантов. Нас тогда предложили выступить с концертом в Международном доме музыки. Обычно как делают артисты? Обычно они собирают программу, обкатывают по регионам, и потом завершающий тур, там, Санкт-Петербург, Москва, у нас все наоборот. Мы выступили сначала в Международной музыке, сразу же отработали концерт на бис, зрители вышли из зала, я сейчас скромнейщик начну, и сразу купили билеты на следующий концерт, который уже сразу же поставили. И вот после этого мы поехали на гастроли. Потому что Антон сказал, по-моему, я не знаю, какая-то ерунда какая-то, ну, давай так, вот если в Москве пройдет концерт, тогда мы это все повезем, покажем всем людям. И у нас вот как раз эта история получилась. Уже три круга, вот от Владивостока до Мурманска, мы уже сделали. У нас какая-то структура, я опять же таки не могу сказать, что это мы придумали. Вот она сама родилась, это живой концерт. Почему у нас нет никогда названий? Вы знаете, там концертная программа, там вечная любовь, там или концертная программа. Потому что всегда афиши, это вот огромное название. Вот живой концерт. Я в начале каждого концерта всегда приблизительно одни и те же слова говорю, что наш концерт называется живой, не только потому, что живое звучание, и живые прекрасные, действительно высочайшего уровня музыканты, которые с нами, или мы с которыми с первого дня образования этого концерта, уже 10 лет, и объявляю наш коллектив как наша музыкальная семья. Вот. Ну, и так называется наш концерт, живой, потому что у нас абсолютно живое общение. Мы идем на контакт, мы говорим со зрителем, у нас огромный музыкальный, красивейший репертуар, и в зависимости от того, куда выходит разговор, мы подкрепляем тему песни. Это очень интересно. Иногда возникают такие моменты непредсказуемые, это для нас очень интересно, потому что мы сами для себя понимаем, кто мы такие. Потому что так или иначе создается экстремальная ситуация. Вообще существование на сцене – это экстремальная ситуация. Когда еще и неизвестность, когда вдруг какой-то человек идет на контакт, задает вопрос или говорит о какой-то песне, которую мы там, может быть, исполняли лет 10-15 назад, и не очень хорошо помним, но он просит ее исполнить, и как мы отреагируем на это, и зажмемся ли мы, закомплексуем, или наоборот посмеемся. Вчера, например, в «Еж королев» вышел на сцену совершенно неожиданно для нас марийские деятели искусств, гармонист, заслуженные деятели искусств России. Он пришел совершенно детским, таким радостным вопросом, а вы умеете танцевать? Марийские танцы! Нет. А я вас сейчас научу. Он стал играть на баяне и стал нас учить, мы тут же стали танцевать. Мы исполнили вместе песню, мы научились танцевать марийские танцы. Народ кричал от восторга, это было что-то. И при этом, вот, опять же-таки, подхватывая эстафету скромности от своей жены, могу сказать, что у нас действительно очень качественный музыкальный материал. Наряду с тем, что мы поем, как Вика сказала, на разных языках разные песни, у нас очень много оригинальных песен, песен, которые писали специально для нас, для нашего коллектива. Причем, как именитые мастера, так и молодые, там, неизвестные, пока неизвестные авторы. Мы очень много отсматриваем материалы, ну, к сожалению, редко что нам подходит, но очень тараканистые в плане отбора материалов. Мы ищем песни, которые мы можем спеть, не просто там красивая, там, ария или еще что-то, песни, которые можно рассказать. Я очень придирчив к слову, так как я актер. Вика очень придирчив к музыке. Потому что я музыкант. Так как она музыкант, да. И поэтому, пока мы не придем к какому-то общему знаменателю, песни не попадают. Подожди, подожди. Да, я знаю, про что ты говоришь. А когда мы придем к общему знаменателю, и нам кажется, что песня наша, мы выходим на сцену, вот тогда уже решает зритель. Решается вообще дальнейшая жизнь этой песни в концерте. Если мы понимаем, бывает, песня очень нам нравится, вот нравится до слез. Ну, мы выходим. Ну, вот ты как-то, мы понимаем, что отклика нет. Нет контакта. А бывает так. Эта песня уходит навсегда. А бывает так. Как с одной моей любимейшей песней. Все были против. Вот я влюбился в песню. Я просто умолю говорю, я тебя прошу, пожалуйста, не надо. Вот я влюбился. Она не твоя. Мы ее сделали. Что это за песня? Эта песня, вы знаете... Мы были на Донской земле. Казачья какая-то. Она казачья песня про дону. Я не могу сказать, что она казачья. Я не могу сказать, что... А к чему она вообще в нашей замечательной стильной программе? Она в духе... Вот, знаете, есть свобода, а есть воля. Вот эта песня вольная такая. Знаете, там потрясающие стихи. Автор Олег Шаранданов, он больше известен под псевдонимом Ефимыч. И я случайно просто услышал, случайно в интернете набрел. И я понял, что я обязан ее спеть. Потому что каждое слово вот мне в сердце попадает. Я сдалась только тогда, когда мы приехали в Ростов поздравлять генералов северо-кавказских... Столетия северо-кавказского военного округа. И я вдруг поняла, что... Я вышел, значит, естественно, на ее печи. Эта песня разошлась. Как только Антон ее записал, она тут же разошлась. И генералы стали петь вместе. Без рекламы, без каких-то... Я поняла, что песня пошла на рот даже без раскрутки. Хотя категорически... Когда мы приезжаем, в основном же... Ну, как, на наш концерт первый раз, если мы где-то сегодня, тоже так будет. И Вика наверняка об этом будет говорить со сцены. Конечно, идут женщины. Женщины, которые смотрели сериалы, в которых я снимался. Да, которые там слушали Нотр-дам-де-Пари, мюзикл, который был там уже больше 10 лет назад. Вот. Но эти песни тоже есть. И там, естественно, Нотр-дам мы вспомним. И какие-то песни, которые звучали на радиостанциях, были в фильмах, в сериалах. Вот. Но уже на следующий концерт уже идут на Вику. Потому что, ну, она гораздо реже появляется на экранах, нежели я. И многие, приходя на меня, открывают ее. Сейчас не слушаю, уши заткнули. Я не люблю хвалить человека при человеке. Тем более, жену при жене. Я вообще, конечно, не появляюсь на экранах, как музыкант. Как музыкант, нет. Я вообще говорю, как человек. Это мое... Это, как сказать... Это, наверное, мое счастье. Потому что я не представляю себе пока существование в шоу-бизнесе. Я пока не нашла эту нишу. Но вы как-то в шоу-бизнесе вообще особняком стоите. Да. Абсолютно не в нем. Вот. Да. Как это получается? Ну, вот как сказал один главный музыкальный редактор Центрального канала. Он говорит, мы вкладываем миллионы в артистов. И они у нас не ездят на гастроли. Вас не вложено ни копейки. Вас нет на экранах. Между тем, вы уже третий раз. Я хочу оставить эту ситуацию. Сейчас, когда уже стали приглашать, а я не иду. Я специально, осознанно не иду. Потому что... Вот мне кажется, что это более правильно. Дело в том, что сейчас очень всем надоела искусственность. Вот эта пластмасса, которая существует. Фанерная исполнительная... Ну, ее очень много. Мне кажется, она как уже... Как что-то есть. Отходит. Молодежь вообще не воспринимает это. Просто не воспринимает. У нас в Питере 5 концертов была одна молодежь идет на концерты. Когда шли вот эти фанерные концерты, когда шли вот эти вот поролоновые сборники фанерные, ну, как-то... Мы стараемся, стараемся, насколько возможно, быть честными. Мы ничего не придумываем. Сколько раз мне говорили, вот когда еще во времена Нотр-Дам-де-Пари, ты зачем на сцену с кольцом выходишь? Ты... Почему ты... Ты сними. Ты какую... Какую армию ты теряешь, там, поклонниц, которые верят, что ты для них поешь? Ну, если я буду играть роль, или если я там придумываю какой-то образ, который неженатый, я могу снять кольцом. В кино я снимаю. Потому что этот образ, этот человек, этот персонаж неженатый. Да, там след остается, конечно. А в жизни, когда я выхожу под своим именем Антон Макарский, ну, простите, но я женат. У нас двое деток. Я не буду это скрывать. Я не буду что-то придумывать для того, чтобы повышать пиар. Я не буду делать какие-то специальные нарочитые скандалы, чтобы привлечь к себе внимание. А если забудут? Нет такого страха? Да и слава Богу. Значит, я достоин этого. Зачем привлекать внимание чем-то? Другими, кроме песен. Помните группу, все эти мальчиковые. Это их путь. Я не осуждаю, не хочу это. Вы знаете, мы в своем возрасте пережили уже столько мальчиковых групп. Вот это и дело. Я совершенно не... Вот мне, когда говорят, Вика, вы должны сделать какие-то пиар-ходы, какие-то... Вот я вообще этого не понимаю. Мы никогда этого не делали. Никогда. И если появляется в интернете какая-то очередная утка, потому что... Это не наше круг дело. Объясняли журналисты. Вик, ну у меня задание от редакции. Ну просят написать, чтобы Макарские разошлись, чтобы весь народ ахнул и стал заходить на сайт. Не дождетесь. Это не от нас. О разводе мы... Вот никогда не... Об убийстве пару раз думал. А о разводе никогда. Об убийстве... Ну, жены, да. И один человек мудрый. Своими руками, конечно. Ученый, который занимался космическими технологиями, как-то нам сказал очень мудрую фразу. Когда мы с Антоном только вот начинали наш творческий путь, он сказал, ребят, я вам хочу дать один очень важный совет. Чтобы объехать, ехать долго и доехать очень далеко, идите всегда на второй скорости. Не на третий, не на четвертый, на второй. Ну, как получится. А хорошо варьировать, переключать. Мы ничего, мы ничего никогда не... Причем не самому форсировать, а вот так, как дорога идет. Хорошее слово, не форсируем, абсолютно. Мы живем, у нас очень много гастролей. Я думаю, что вряд ли у кого-то, кто каждый день на экране, такой гастрольный график, вот, вот... Да, с таким разбросом, гастролом. С такой амплитудой. И это и есть счастье. То есть я уже боюсь выходить на центральные экраны. Понимаете, мне кажется, что если мы туда придем в ту тусовку, это все закончится. Поэтому я хочу оставить все как есть. С какой песни обычно начинаете живой концерт? Есть какая-то та, с которой вы знаете? Она написала нам специально песню, она называется «О нас истории». И сейчас мы спели ее в городе Сосновоборск, куда из Красноярска приехала режиссер Яна Романенко, замечательный режиссер, который снимает великолепные комедии, замечательные. Она приехала и услышала эту песню. Вот сейчас, 5 июня, мы будем снимать эту песню для кино. Скорее всего, эта песня будет звучать в новом фильме, где я снимался. С музыкантами будем снимать ее, и она будет саундтреком кино. Немножко о музыкантах ваших очень хочется узнать. Они сегодня готовятся, они сейчас... Ой, это мы можем говорить очень... Галина, вы не замужем? Нет. Вика, ну хватит, пожалуйста. У нас есть потрясающий барабанщик Савва Лукьянов. Удивительно красивый парень, неженатый. Дело в том, что у нас все семейные, все женатые, кроме Саввушки. Да, и вы... Я смотрю, вы мне очень понравились, да? Пристроить нашего Саввушку. Не надо, не портит жизнь, он единственный счастливый. Я хочу ничего такого, спроси. Мы, знаете, мы не только вместе музыкально развиваемся, мы еще как-то так получилось одновременно, ну, кроме Саввушки, потому что он единственный неженатый, начали размножаться. То есть у нас дети нашего музыкального детства... Мы сейчас огромную политику поддерживали. Да, все начали рожать детей. Может быть, в этом сыграла роль экономическая ситуация в стране года 3-4 назад, когда вот эта волна очередная кризиса пошла, чуть-чуть стало меньше концертов, и музыканты стали чаще побывать дома, да. В общем, у нас подрастает поколение, вот, 3-4-5 лет деток, которые живут в этой музыке, купаются в творчестве. И вот наша Маша уже с нами ездит, Маше 5,5 лет. Ваньке через неделю будет 3 года. Вот, Ванька, конечно, еще малой, он тоже поет все песни, он пока больше на своем языке, чем на общепринятом, да. А Машка уже выступает. Причем мы не тянем ее на сцену, она сама хочет, она выходит. Первый раз она вышла под Казанью в Болгарии. Мы приехали на большой фестиваль, она сидела на руках у батюши, батюшки взяли, она сидела, смотрела, смотрела на нас. Потом смотрю, спрыгнула, на сцену к нам залезла, вышла, говорит, «Я казачка!» Нашла, она сама нашла песню «Казачу», ну, пообщавшись с казаками. И стала петь. «Ося, ты, Ося, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся». В зале был фурор. 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 Казаки кричали «Люба, с чего вы это? Откуда?» У нее какая любимая песня? Вот она услышала «Катюша», у нее ближайшая подруга Катя, Катя, соседка. Они очень дружат, и Маша выучила песню. И она услышала «Катюш», ну, естественно, бабушка там спела, бабушка, моя мама, она поется, она музыкант, и тоже музыкальное образование, и я от нее получила сейчас, Маша получает, и вот бабушка как-то «Катюш» успела, и Маша прям запала на эту песню, вижу, и она выучила. Естественно, я нашел ее, скинул, она слушала, слушала, и вот сейчас, 9 мая, она вышла перед ветеранами, и как дала эту «Катюшу» от начала до конца. Ну, слезы были, слезы. А у нас что? Мы стояли, смотрели. Хотя каждый раз после очередного выхода на сцену, зная, что мы боимся того, что Маша станет актрисой, пойдет по... Ну, подожди, подожди, не знаю, не знаю, нет, да, нам бы не хотелось. А то, что они сами выберут, ну, это будет их лучше. Я объясню, Маша, зная то, что мы очень боимся, что она станет артисткой, она всегда, когда выступит, там, успех, все, она выходит, «Мам, ты не переживай, я все равно врачом буду». Нет, сейчас она хочет быть ученым. Она хочет быть ученым. У нее новая волна, она хочет быть... Мы привозим книги интересные. Причем генетикам. Генетикам? Генетикам? Ну, у нее своя, конечно, там... Медицинская энциклопедия, самая интересная... Скажем так, шкурная мечта, стать генетиком, чтобы... Оживить смешарика. Сделать настоящих смешариков. Не мультяшников, а настоящих. Это я хочу смешарика сделать, чтобы он был живой, настоящий. Ну, Маша, ты генетический, и тогда все это дело. Ну, вот она хочет стать генетикой. Хорошо, о ваших музыкантах все-таки. Давайте вернемся к концерту. У нас классический состав. У нас пианист, у нас бас-гитарист, гитарист, барабанщик, неженатый Сава, как уже Вика сказала. И звукорежиссер. И звукорежиссер по звуку. У нас 7 человек. У нас 7 человек. Этим составом это семья. Да, да, и мы вдвоем там поющие, да. Начинали мы, конечно, с огромным оркестром. У нас было 17 человек на сцене, когда мы начинали в Доме музыки. Но экономическая ситуация в стране и цены на авиабилеты не позволяют нам просто возить весь состав. Хотя, вот я лелею мечту, что все-таки когда-нибудь с большим оркестром мы сделаем программу. И мы не только занимаемся творчеством. Мы, когда есть такая возможность, остаемся где-то. Мы куда-то в походы вместе едем. Был год, когда все горело. Помните, там леса горели. Я не помню, сколько лет назад это было. Мы просто две недели освободили все. И на трех машинах уехали в Белоруссию. На границу Латвии, Литвы и Белоруссии. На озера. Расставили палатки. 200 озер. Это звонит осеть озер. Закинули кузочки, развели костер. И провели потрясающее время. А неделю назад мы были на Камчатке. И у нас была возможность на два дня задержаться. На рыбалочку. Точно так же переночевать где-то в каких-то условиях. Ну, правда, условия оказались более чем, нежели мы ожидали. Вот, это была база отдыха. Но все равно я не мог упустить шанс окунуться в Охотское море. А там ледяная. Несмотря на то, что там где-то 4-5 градусов вода. У нас сосудники из Камчатки. Как раз они вот на мой... Ну, это потрясающе. И, конечно, самый большой тур, который у нас был, это 25 дней подряд. Ну, мы так больше не делаем, потому что у нас все семейные. Мы вот выезжаем точечно куда-то. Ну, детей жалко. 3-4 города. Хочется все-таки... Ну, все-таки я готовилась к программе и посмотрела. График у вас более чем напряженный. Как вам удается вообще... Вы знаете, что там только концерты афишные заявлены в Инстаграме. Ну, тем не менее... А ведь у нас еще очень много концертов не афишных. Заводы, предприятия, банки, всякие компании покупают целевые концерты. Они не отображены в Инстаграме. Вот эти 24 дня мы провели вместе каждый день с переездами. Там у нас каждый день, практически каждый день новый город был. И когда мы прилетели обратно в аэропорт... Мы пошли в кафе, мы еще не могли... Мы не могли наговориться. Мы взяли кофе, сидели. И мы не понимали, как мы сейчас расстанемся и завтра не встретимся. Такое ощущение, что ты в детском каком-то пионерском лагере отряд живет. И это потрясающе. То есть мы вот живем творческой семьей. Удивительная. Я не представляю... Вы знаете, как говорят, незаменимых нет. У нас есть. Я не представляю... Вот ни одного... Наш коллектив... Я не представляю вообще, что как это без кого-то. Без Николая Николаевича, без Андрюши, без Савушки, без Санечки. Не представляю. Но они постоянно с вами. Нет больничных отпусков у людей. Нет. У нас Андрюша отработал весь тур в Израиле. Со сломанной рукой. Со сломанной рукой. Со сломанной пальцем. Да, со сломанной ногой. Не буду показывать. Я бы наружу это было не привычное. И Калюночка вот у нас как-то поехал вообще абсолютно больной. Не знаю, как он выходил на сцену. И сцена веществует. Сцена веществует. Конечно. Выходишь на сцену. Это зритель дает энергию? Или вот это состояние такого драйва, азарта? И о том, что ты делаешь, и зритель дает нам. Это все вместе. Это желание не просто там приехать, скосить бабла, а желание максимально порадовать, причем качественным продуктом. И когда такое происходит, ты получаешь такую неимоверную отдачу. У нас вчера на нас смотрели и говорят, а как вы восстанавливаете? Мы не понимаем, где день, где ночь. Мы только что с Камчатки. И уже здесь эфиры, встречи, фестивали, концерты. Просто жесточайший график. Мы не пропускаем маленькие города. То есть продюсеры федеральные, которые возят гастроли, они на них вообще внимания не обращают, на эти города. Они говорят, да какой там зал? 300-400 мест. Да мы туда даже не поедем. Потому что они не видят прибыли для себя. А нас эта прибыль, она интересует только в том масштабе, чтобы, например, оплатить аппаратуру, оплатить автобус до этого места. И как-то так просчитать, что просто порадовать людей в тех условиях, в которых они живут. Мы понимаем, что в каких-то селах 500 рублей – это запредельная цена на билет. И тем не менее, у нас есть одно место в Ростовской области, куда за год мы приехали уже три раза. Битком, зал. Какой-то небольшой зал. Село. Матвеев Курган Покровская. Девушка, которая очень хотела привезти в наши концы. Она нас очень любила. Сама нарисовала афишу. Вручную нарисовала, повесила на дюкар. Распечатала сама билеты. Пошла к директору, говорит, все раздала. И вот уже три. Приезжайте. Мы туда приехали, и вдруг из соседнего села. А к нам, ребята, у нас никуда. У нас тоже такая есть, приезжайте. Ну, вот так вот эти села, ну, и просто полный зал. Ну, понимая, что, ну, они же понимают, что с экономической точки зрения это не совсем выгодно. Что они нам не знают? Столько подарков. То есть у нас сало на год вперед они несут. Колбасы домашние. Продукты. Закатки, огурцы, помидоры, самогон. Значит, все вот это вот собирается, и потом мы прям посылками отправляем Сергий в посадку. То есть нет цветы вам несут? Нет, нет. Нет места. Мы сделали дополнительные большие шкафчики, большие, для хранения зрительских продуктов. Потому что их нам везут. А варенье какое? А рыба? А закатки? А все вот. И народ вот это все по селу собирает. И нам, значит, отправляет, понимая, что вот что есть. Все, что есть. Это очень ценно. Виноградная лоза привезли нам. Сорок яиц. Виноград сейчас у нас с Сергеем посадил. Ребятки, возьмите с собой сорок яиц. Я говорю, а как же мы навезем? Она, ну, мне нечего вам больше дать. Возьмите, у меня куры несутся. И мы отварили эти яйца и ели их в течение вот гастрольного тура. Мы просто возили с собой, понимая, что отправить мы их не можем. Вот мы ели эти свежие. Ну, скажите, все-таки малые города, села и большие. Есть разница в зрителях? Честно, я не замечаю. Немножко разный прием. Но это и среди больших городов тоже разный. Так как у нас концерт, как я уже сказал, он не повторяется. Он каждый раз живой и новый. Не могу сказать. Везде люди. Вот вы знаете, у нас в Тамбове один продюсер, который делал наш концерт в Тамбове, он говорит, я очень боялся везти туда ваш концерт, потому что у нас только шансон. Причем такой тюремный шансон. У нас больше народ ни на что не ходит. И привезя туда наш концерт, собрав аншлаг, он пришел и говорит, я не знал, что у нас столько интеллигенции в городе. Они все собрались. То есть я думаю, что все-таки прийти и купить билет на артиста, почему публика, в общем-то, наша, она не отличается независимо от городов, потому что все равно приходят люди, которым близко наше мировоззрение. И, как правило, в зале всегда сидит вот цвет, как говорится, вот города, врачи, учителя, студенты творческих вузов. К нам с детьми приходят все. Детки. Самый младший у нас 5 месяцев в Сочи. Не меньше. 4. 4 месяца. Приходят с детьми. И главное, дети радуются, дети отсиживают весь этот концерт, даже танцуют. Причем не детские концерты. Не уходят. У нас абсолютно разные репертуар. Да. Как вообще вы относитесь к благотворительности? Как участвуете в этом? Не участвуете? Это модно? Это необходимость? Это необходимо. Модно. Ну, если будет модным благотворительность, ну, наверное, это неплохо. Но одно время вот меценаты были такими очень уважаемыми людьми, которые действительно у нас был купец Ефремов, который тоже в Чебоксарах столько всего сделал, вспоминает до сих пор добрым словом. Понимаете, в чем дело? Давать – это потребность человека. И, наверное, этим отличается человек от человекообразного существа, тем, что умеет сочувствовать и благодарить. Вот умение не просто вот там где-то в себе переживать, сопереживать боль или радость человека, но еще что-то сделать для этого. Вот это приближает нас к человеческому облику. И когда ты начинаешь это делать, ты уже остановиться не можешь. У тебя потребности. Это получает больше дающий, нежели принимающий. Была история, по-моему, про Игнатия Бринчинина. Могу ошибаться, про одного святого уже. Ну, это было в 19 веке, как он шел по мосту и увидел, что молодой человек хочет спрыгнуть с моста, покончить жизнь самоубийством. Он не стал там ни отговаривать, ни кричать, стой, что-то делаешь. Он просто сказал, простите, пожалуйста, я сейчас вижу, вы с моста хотите прыгнуть? Он говорит, да. А у вас есть деньги? Он как-то не ожидал этого вопроса. Он говорит, ну да, что-то есть самоубийство. Вы же сейчас все равно будете прыгать? Вам мне не нужны. Я знаю место, где живут очень бедные люди. Поделитесь с ними, отдайте, и потом уже делайте, что хотите. Так, мудрый ход. И он пошел. Логично все, да? Ему не понадобятся больше деньги, раз он собирается такой ход сделать в своей жизни. И он пришел, отдал деньги, и как только он поделился чем-то, что-то, часть, да пусть деньгами там отдал, конечно, уже он не смог сделать такого отчаянного жеста, уже благодать, скажем, высокопарным слогом коснулась его сердца, и он всю жизнь посвятил благотворительности. Поэтому вот это такие вещи, которые необходимы, наверное, в жизни каждого человека. И всегда можно помочь, всегда можно что-то дать. Как не обязательно денег. Не знаю, не обязательно денег. Словом, взглядом, улыбкой, молитвой, кто чем может. А помочь маме, например, с ребенком-инвалидом? То есть, когда меня спрашивают, Вика, вы скажите, пожалуйста, вот каким фондом вы доверяете, допустим, и вот куда нам отправить денежки? Я говорю, ребят, фонды – это хорошо. Я вам скажу, фонды, которым я доверяю. У вас, кстати, замечательный фонд. Здесь молодой фонд, но уже доказавший какие-то вещи с делами, да, время помогать своими зрителями, молодые ребята. Почему мы, собственно, и откликнулись. Реально помогает. Вот. Но, я говорю, я вам, конечно, могу сказать про фонд. Но, смотрите, у вас есть подъезд, у вас есть двор. Знаете, вы просто вот, если действительно хотите помочь, дадите маму, которая, например, ну вот погуляйте с ребенком. Маме иногда даже в магазин некогда. Да, слушайте, сумку поднести, да, руку из автобуса подать. Посидите там с ребенком-инвалидом, помогите как-то, хотя бы, чтобы у мамы, ну, хотя бы там было 40 минут решить какие-то там хозяйственные дела. Всегда есть кому помочь. Безразличие бич нашего времени. Да, есть такое. И нужно вот это вот, знаете, как, я почему сижу молчу? Я очень не люблю рассказывать. Кто молчает? Вот с православной точки зрения. Ты молчаешь? Нет, о благотворительности. Это она сейчас молчала. Да. Потому что считается с православной точки зрения, если ты рассказал о том, что как-то помогал, значит считаешь, что ты не помогал, это все, это уже не зачтется. В том мультике-то в нашем детстве. Делай добро и бросай его в воду. Где бы мы ни выступали, у нас всегда выделены места, билеты для матерей многодетных, которые в жизни не смогут выделить там ни копейки на поход куда-то, на культурное мероприятие, потому что тут детей нужно одеть, накормить. Нет у нее денег. Я всегда прям пишу в инстаграме, мамочки, присылайте фотографии своей многодетной семьи, я вам пришлю билет, только найдите, с кем оставить детей. Если можете, возьмите их с собой на концерт, я билеты дам им. Сегодня у нас будет 150 детей-инвалидов. То есть фактически мы соберем вот всех детей, которые тоже родители, которые тоже не могут потратить деньги на... Детки называются с ограниченными возможностями. Но когда ты с ними общаешься, понимаешь, насколько ты ограничен своих возможностей. Потому что иногда такие умные, такие талантливые, понимая, что вот где-то что-то там ограничено в физиологии, но это развитие таких душевных и духовных качеств. Вчера меня поразила девочка, поразила. У нее, ну, тоже какие-то физиологические ограничения, она абсолютно незрячая. Вот. Но она научилась играть на пианино. И петь сама, никто вообще не учил. Сама и петь. Она не все выговаривает, но она чистейше поет. И она здорово играет. Причем она научилась вот так вот играть. Вот так она приспособилась. Вот так вот. У нее ручки, да, еще что-то руки поет. Да. Она здорово играет. Она ритмично играет. Она действительно высококлассно поет. Это в Ёжкарле мы вчера были в реабилитационном центре. Невероятно. И ты понимаешь, насколько ты, в которой есть руки, ноги, глаза, уши, вроде бы как, насколько ты ограничен в своем видении, насколько ты ограничен в своем духовном развитии. А знаете, что меня еще поразило? Сколько много молодых ребят-волонтеров. Да. Которые тоже это понимают. И вот если сейчас кто-то нас слышит, вот слышу сейчас эту программу, и вот сидит молодой и думает, вот, у меня в жизни все плохо, вообще все плохо, и в депрессии находится в глубокой. Ну, это как вот с тем юношей на мосту, понимаете? Я советую. Найдите волонтерскую группу. Вот просто загуглите, да. Чебоксары, волонтеры, лады, присоединитесь к этим ребятам. Мало того, что вы получите вообще новый этап в развитии в своем умственном, духовном, физическом, вы даже не представляете, ребята, что вас ждет, а вот какие открытия вас ждут. Как у этих ребят, когда вы начнете просто помогать. Как у этих волонтеров светятся глаза? Они вообще другие. Они отличаются от всех молодых людей. Хотя я, например, считаю, что у нас молодежь потрясающая в стране, замечательная. Мы очень много общаемся с молодежью. Мы очень любимые фразы. А это нормально. В наше время. Так так всегда. Нет, у нас удивительная молодежь. Как только звучит фраза в наше время с осуждающими нотками, значит, пришла старость. Нет, у нас удивительная молодежь в стране, талантливая, честная. Честная. Они удивительно чувствуют фальшь. Любую фальшь. И не принимают ее. И я говорила с телевизионным и продюсерами, говорю, вы должны учитывать, что вы практически потеряли молодежную аудиторию. Пожалуйста, учитывайте это. Учитывайте это, потому что они уходят в интернет, они ищут то, что честно. Постарайтесь работать честно, если вы хотите вернуть к телевидению, молодежную аудиторию. Так вот эти ребята, волонтеры, с которыми мы общаемся уже два дня. Ну, здесь. У нас очень большой волонтер. Удивительные ребята. Это наш генофор, это наше будущее. Присоединяйтесь к ним. Я прошу вас, даже если вы не верите моим словам сейчас, просто попробуйте. Это же ничего не... Ни к чему не обязываетесь. Ни к чему не обязываетесь. Чем сидеть, допустим, сейчас и до вечера думать, что все пропало в жизни. Как я помню, когда мне исполнилось 18 лет, мне казалось, что жизнь закончилась. Дальше только старость. Это вот я так отмечала свое 18-летие. Сейчас мне исполнилось 45 лет, 22 мая. И я понимаю, что я, как говорит наш один знакомый в Абхазии, ора, только сели. Только начали. Только еще даже... Вот только подошли к первой ступеньке того развития, которое еще может быть. Мы сейчас получаем максимальную радость от возраста, когда уже начали что-то кубатурить и доросли до чего-то мозгами и тело еще в хорошей форме. Это счастье, действительно. Ну, как раз... Не на секунду. Вот если бы мне предложили, хочешь вернуться 10 лет назад? Нет. Год назад? Нет, нет, нет. Там 20 лет. Было страшно было. В молодости. Нет, 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 нет. Мне хорошо. А будет еще лучше. Это я уверен. Ну, и как раз подошли к логическому вопросу. Творческий план – это стандартный... Что дальше? Дальше желание не наступать на те же грабли, потому что сделано столько всего однотипно бесполезного. Так, вы, Антон Александрович, объясните. А, я объясняю. Я сейчас за последнее время отказался от шести, я думаю, да, шести проектов. Шести сериалах. Сериалов. Сериалов. Опять же, вот с этой заштампованной конвой, да, уже что? Телевизионных. Ну, честно, все, надоело. И это, ну, для меня шаг вперед. Потому что возникло столько всего нового, столько неожиданного. Я всегда боялся. Знаете, у меня и в прямом смысле слова, я знаю, что такое поголодать. Бомжевал я по Москве полгода в прямом смысле слова. Негде жить, нечего есть там. И, а без определенного места жительства я был лет десять. Вот. И также в переносном смысле слова я наголодался в плане работы. Потому что у меня все начало развиваться только после Нотр-Дам-де-Пари, мюзикла. Это был 2002 год. А выпустился я в 97-м году. То есть все это время, вот эта вот жажда с моей вот этой вот завышенной энергетикой, я же хотел, я хотел. И когда на меня свалилась работа, я набрал все, что можно. И хорошее, и не очень хорошее. Выяснилось, что 30 сериалов из 42 вообще фильмов, сериалов, которых снялся Антон. Это полтинничек уже, Виктория, 51 уже. Это Антон и, как правило, блондинка и брюнетка, то есть Антон в главной роли и две женщины, которые за него борются. И одно и то же. Одно и то же. Были прекрасные проекты. Я перестала размечать эти сериалы, они одинаковые. Были прекрасные проекты. Были интересные творческие какие-то фильмы, там, и проекты, и передачи, и шоу. В общем, все неплохо, да, на самом деле. Нет, все неплохо. Но в большинстве случаев это бессмысленно. Ради рейтинга, ради того, что сейчас популярно, модно. Да, и особенно в последнее время пошли такие сценарии, там, да что ж такое-то. А я еще подзрослел немножко, да, да. И меня начали предлагать какие-то... Да, да, да. Личности остался? Хочется ломать это. Хочется ломать это. Хочется гамлета? Ягол. Ягол. В большей степени, нежели гамлета, да. Да, но вот сейчас как раз вот уже зреет что-то интересное, потому что вокруг очень интересное. Творческая команда. Молодая. Ну как молодая. Ну вот Алиночка приехала. Алина, да, Чеботарева. Замечательный режиссер, который тоже это надоел. Она режиссер, и у нее та же ситуация. Ей 30 лет. У нее уже в багаже около больше 10 фильмов, причем рейтинговых, но одно и то же. И ей тоже это надоело. Вот сейчас вот какая-то создается команда творческая из режиссеров, операторов, сценаристов, продюсеров, которые просто в одно и то же время пришли и сказали, да что ж такое, да одно и то же, давайте сделаем что-нибудь. И я очень надеюсь, что получится что-то интересное. Плюс у нас есть эта отдушина под названием «Живой концерт», где каждый раз чистое творчество, где каждый раз новые люди, общение, импровизация. И все творческая реализация. Например, недавно Антон случайно так получилось. Вот случайно. Ну, случай это чего-то не было. Прочитал стихотворение «Некрасивая девочка». Заболоцкого. Заболоцкого. Заболоцкого, да. Под музыку. Это, ну, все, это новый этап творчества. Не совсем под музыку, под музыку, да, это группа пятеро, придумали такой проект, они акапельная группа, поют акапелла, то есть все инструменты голосами. И они приглашают актеров, которые читают стихи. Они поют, актеры читают. И мы сделали этот ролик, ну, как бы так, ну. Ну, сделали и сделали. А получилось так, что... И такой отклик. Даже мужчины заплакали. Молодые. Меня потрясло, мы приезжаем к нашему... И теперь, куда бы мы ни приезжали, везде просят читать. Вот, слушай, просто меня пробило, я сидел со слезами на глазах. И это стихотворение вошло в живой концерт. Потому что сейчас Антон читается. Конечно, конечно, когда просят. Просто так не буду. А когда вдруг из зала... Стихи! Я вас очень прошу. Галочка, попросите сегодня Антона прочитать стихотворение «Некрасивая девочка». Что будет на концерте, мы сегодня не знаем. О проектах звезды очень часто приглашают кататься на коньках. Во-первых, я участвовал в самом первом проекте «Танцы со звездами». У меня как-то так получалось, что в самом первом тотальном музыкальном проекте «Метро», потом «Нотр-дам-де-Пари», потом я участвовал в первом... Большие рунки. Подожди, подожди. В первом сериале «Бедная Найта». Первый опыт российско-американский телевизионный, как называли, «Телероман». Еще тогда не называли сериал «Телероман». То есть это первый опыт был. Потом я участвовал в первом опыте «Танцы со звездами». Потом я участвовал в первом шоу «Большие гонки». Вдруг что-то там с быками, какие-то конкурсы неимоверные. Вот это экстрим, который я очень люблю. И везде получалось, что я, как первопроходец, проложил путь, все. Ну и дальше неинтересно. Ну неинтересно, раз. И два. А два просто Антону поставили тазобедренный протез, поэтому он же на льду кататься не пошел. Если быть честным, до конца. Нет, я бы мог. Я бы мог. Потому что я закачал ногу так, что есть протез, что нет. Я все трюки в кино сам делаю. И пистолетики на протезе делаю. То есть приседания на одной ноге называется. Да, люди просто не верят. Люди не верят, что Антону половину ноги тянет. Когда я иду нагруженный сумками, гитарами, инструментами, еще что-то, и все это сгружаю, помогаю другим. Потом прохожу в аэропорту и через рамку. И тэт. Что они сняли? Часы, ремень. Я говорю, у меня протез. Да ладно? Нет. Это за жилье. Ну люди не верят. Да, я сейчас в пиджачке. Я так-то, тоже скромно скажу, в неплохой физической форме. Раз 30, сейчас подтянусь. Но факт в том, что выбирая участие в том или ином проекте, я сейчас смотрю, есть у меня рост, возможность роста там или больше возможности развиваться и для творчества вот здесь. Перевешивать всегда и наш концерт, и те проекты, которые мы вот в ближайшее время задумаем самостоятельно. Спасибо большое. Живой разговор. Надеюсь, перерастет все в живой концерт. Приезжайте к нам еще. С удовольствием пообщаемся. Прогуляемся по нашему замечательному городу, по республике. Спасибо. А я напоминаю, была программа «По существу» в эфире национального телевидения. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин